Всем-всем привет, с вами Кейн, и сегодня продолжаем играть в Hearthstone. Мы играем на арене, у нас сейчас 3 победы, 1 поражение, и мой прогноз уже не сбылся, потому что я думал, что мы выиграем 2 игры и, собственно, 3 сольём. Ну окей, ладно, давайте двигаться дальше. Пока у нас, нам попадались не такие уж и грозные, на самом деле, противники, и в том числе нам не попался, не попалось ни одного мага, ни одной джайны. А с магами у меня разговор довольно такой, знаете, обычно неприятный, потому что я... большинство игр против магов, а у меня не сдаются эти игры. О, и маг, ну конечно же, на каркал, замечательно. Судя по всему, это второе поражение. Ну да ладно, сейчас посмотрим. Так, волна огня, приходи ко мне потом, пожалуйста. Где-то когда у меня будут 7 маны, приходи, я очень буду рад тебя видеть. Монетка. Так. На один ман у неё ничего не было для него. Роз. Роз Коз. Мне кажется, это играет парень. Так, ну ладно, это не важно. Что у нас есть? Можем разыграть монетку, разыграть. Кубль-то геоман, так нам призывателя. Ну нет. Не вижу особого смысла. Дракончик. Чудесный дракончик. Не такой уж он чудесный, конечно, а очень противный. Давайте пожертвуем кубльным геомантом. Он будет предан в жертву чудесному дракончику. Хотя, конечно, у него может быть ледяная стрела. Или ещё какие-нибудь противные заклинания. Да, чередейские стрелы. Так, палец крестами. Нет, всё, он попал один раз. Это отстойно. Ну да ладно, приятель. У меня есть ещё такая противная провокация. Ещё и с рывком. Эти карты, конечно, которые не могут быть целью заклинания или силы героя, они очень-очень сильно... Очень противные для магов. Да и для большинства классов, на самом деле, они очень противные. Он его ещё хочет усилить. Да, чтобы убить, собственно, мое существо. Понятно с тобой. Так, чокнутый подрывник. Я очень рассчитываю на тебя. Он нас подвел. Увы и ах. Ну, ладно. Сделаем так, чтобы у него не было особого выбора. Ему в любом случае пришлось бы пожертвовать своим дракончиком. Ладно, террорист. И сейчас магию какую-нибудь сплюнет, да? Ладно, террорист. И всё. Я рассчитывал на большее. Алый Крестоносец, на самом деле, тоже довольно противная карта. Вообще, все карты, у которых много урона, и которые при этом покрыты божественным щитом, не доставляют определённые проблемы. Ну, пока, на самом деле, проблема у нас. Он просадил нас до 20 хп. И отчёт, мне кажется, о том, что у него есть... У него есть, у него есть. О чём я хотел сказать? Просто эту карту первый раз увидел. Изжигатель сажи. Урон заклинаний плюс один. У него наверняка есть... Огненная глыба. Вот что я хотел сказать. Опять-таки, очередной такой бурстер, знаете. Пытается нас бурстить. Причём очень так сильно, но... Вряд ли у тебя что-то из этого получится. Попробуем раздвоить вот это существо. Изжигатель сажи. Весьма неплохое, на мой взгляд, существо, потому что даёт плюс один к заклинанию. И при этом сам по себе 3-3. Да ты что! Провокатор. И секрет. А чё-то мне кажется, что секретик там весьма непростой. А секрет отмена магии. Давайте проверим. Нет. Окей. Если мы сами убьём это существо, его провокатора, то секрет не сработает. Раздвоение. Тут написано, когда умирает ваше существо, но я уже напарывался на этот прикол. И... Да. Он довольно противный, этот прикол. То есть, ваш противник должен уничтожить ваше существо для того, чтобы сработал этот секрет. Может быть, конечно, это поправили, или у меня просто такие были ситуации, когда я делал что-то неправильно, но у меня он не срабатывал. Ага. Присыл сделать прям так, да? Что он делает? Непонятно, что он делает. Секрет. Да. Секрет. Секрет. На следующем ходу, если мы будем все еще живы, то мы расчистим стол. Ну, он, похоже, сам хочет его частично расчистить, да? Спасибо. Знаешь, ты мне даже помогаешь, приятель. Что он делает? Выведи еще какое-нибудь существо. Ну, пожалуйста. Фаербольчик меня решил запульнуть. Ну, что у тебя там действительно лежит огненная глыба в рукаве? Если у него сейчас огненная глыба реально лежит в руках, то нас уже ничего не спасет. Она наносит ровно 10 единиц урона. Если там у него какие-то существа, то... Нет, у него нет огненной глыбы. Берет карты. Интересно. Чародея. Окей. Хочет уничтожить мое существо. Неприятно, конечно, но у меня есть еще одно. Так, секретик сначала вывезти. Давайте секретик сначала выведем. В том существо. И тем самым защитим, если что, его от... Вы поняли. Сколько урона? 4 единицы урона. Ох, все очень плохо. Мы можем уничтожить ровно одно его существо. Если мы уничтожаем Воргена, то есть превращаем его в этого, а в овцу уничтожаем, то у него остается 6 единиц урона. Если мы уничтожаем гоблина взрыва мага, то у него остается 4 единицы урона, но он своей вспышкой огня бьет по Оргену, и у Воргенов становится немало, немного, а 8 урона. В итоге 9. А знаете, это проигрышная ситуация заранее. Давайте проверим, насколько он умен. Знает ли то, что можно бить по своему существу так, чтобы он вошел в ярость. И еще выведем вот это существо как красную тряпку. Может быть, он решит ударить в него. Хотя я сомневаюсь, что такие глупые игроки все еще остались. Сейчас в ярость, в Оргена. Все правильно, приятель? Да-да-да, смотрит на него. Да ладно, ты шутишь что ли? Там же нисто в ствол ветра у него. Он сейчас прочитает и все поймет. Да, вот он догадался наконец-таки. И до этого два раза можно ударить. Я аж думал, что сейчас мы продолжим играть. То, что он все тупит. И была даже такая надежда, что в итоге мы выиграем. Окей. 17 с 20. У нас осталось буквально один шанс на поражение, одно поражение. Если мы еще раз проиграем, то все. Мы вылетаем с арены. И я искренне надеюсь, что сейчас нам не попадется ни маг, ни жрец. и не очередной чувак, который просто любит бурстить. Ненавижу всех этих бурстеров. Терпеть просто не могу, не знаю. самая некрасивая и самая неинтересная тактика. Ну, конечно же. Это маг. Знаете, я очень давно делал серии по Хардстоуну, то есть, несколько раз играл на арене, записывал это все, укладывал на канал, но это было очень-очень давно. И еще тогда я жаловался, то, что маг и жрец это два таких класса, которые находятся, знаете, на ступени выше всех остальных классов. Они действительно сильнее. Но есть еще рога, которым, если уметь играть, разбойница. Если уметь играть, она тоже вроде бы что-то такое может вообще проворачивать нереальное. А маг и жрец, они еще тогда меня бесили, из-за них всегда было довольно просто играть. Не надо было с собой даже комбинации каких-то прям сверхинтересных выдумывать. И большинство играли ими, большинство ими выигрывало, да. Знаете, ситуация за это время, а прошло немало-немного что-то около года, ситуация никак не изменилась. Никакого нерфа существенного этих классов не было. и они по-прежнему такие же часто используемые и такие же сильные, как и раньше. давайте секретик выведем. Сопрем его существо. Хотя он наверняка знает, что это за секрет, и сейчас выведет какого-нибудь там, не знаю, лепрогнома. не хочешь? Даже лепрогром гнома не хочешь вводить? Ну ладно. Давай, я выведу что-нибудь. Пехотинец гном-регано. Это, по-моему, первый провокатор, который имеет рывок. До этого я таких карт не встречал. охотница на иглошкурах. И вепрь. Что мы с ними делаем? Правильно. Уничтожаем. Ты делаешь из иглошкурах шашлыки? Очень интересно. Кто там нарисован вообще? Ой, какая противная карта. Такие вопросы мы решаем довольно быстро. Давай, давай, чувак. Какую-нибудь хорошую карту за 6 ман. Прям сильную, большую и так далее. Кстати, кольцо льда к нам впервые пришло за все то время. О, спасибо. За все то время, что мы играем на арене. До этого нам мана не приходила. Так, можем мы его уничтожить. 4, 5, 6. Да, мы можем его уничтожить. Да ладно, ты шутишь что ли? Мы только разыгрались. Как-то он быстро сдался. Ну ладно, спасибо за очередную победу. 4 победы у нас. Знаете, я думаю, на этом мы завершим эту серию продолжим играть мы на арене уже в следующей серии. Хотя, да, в следующей серии мы продолжим играть. Не уверен, что следующая серия будет достаточно длинная. Точнее всего, мы там сыграем один матч. Этот один матч мы проиграем быстренько. И, собственно, закончим на этом цикл арены. Ну, а сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. С вами был Кейн. Всем удачи и пока.